здравствуйте дорогие друзья с вами снова Фима Петерсон и я Эдуард Петер и судя по овощам на моем столе речь идет о винегрете правильно и я помню обещал что мы будем с вами делать там какие-то композиции очень много там выжимать из одной свеклы там я не знаю чего но вы знаете о чем я вспомнил я вспомнил что то же самое я вам предлагал в пасхальных наших картинках и все говорили ура так и будем делать а потом раз и просмотры ушли а потом раз вы мне сами сказали мы пришли а там вот зайчик слева этот петушок справа или цыпленок слева сбоку и так далее то есть это не интересно хотя там были очень интересные вещи там было построение там было действительно композиция ну как бы прошло так мимо поэтому я решил лучше меньше да лучше вот сказать вам хозяин слова хочу дал хочу взял ну нет я буду конечно стараться вам что-то показывать еще но почему я сегодня решил сделать овощной натюрморт потому что неожиданно для меня я выставил на стоке свои давние 10 лет недавности натюрморты вдруг они пошли представляете они продаются каждый день по 2 по 3 штуки и это меня очень так это ну как бы удивило потому что я думал ну а зачем в общем-то натюрморта дизайнеру там но видать для чего-то нужно и по этому сведению мы с вами сделаем овощной натюрморт причем а такой вы знаете очень низком ключе скажем почти вот ну очень-очень-очень низко почему потому что мне пришла в голову идея я очень часто видел что последнее время вот еду снимают мало того что на деревянных досках я к этому привык да потому что стена деревянная и и ладно если она была струган и там допустим струк там там в избе или тогда не то можно такие страшные доски тоже это и это все лежит красиво вкусно да на этих вот этом фоне это меня как бы не знаю немножко отпихивает пока может быть я тоже свыкнусь я решил сделать следующее я решил у меня такая идея появилась что а давайте мы с вами сымитирую погреб или как у нас на сибирской говорили сибири ямку то есть вы помните наверно кто-то кто постарше копали ямки там такое грушевидной формы до делали горловину закрывали этим замок крышкой и вот я вспомнил что когда ты идешь туда за картошкой или что открываешь эту крышку а морозит солнце и вот этот луч света идет на полке который ты там сделал и там действительно это как бы аутентичное хотел сказать ну по русски это действительно подходит к этому что вот в погребе лежит что-то такое сырое еще все такое и и мне сегодня ужасно повезло я купил эту морковку с очень сочной зеленью еще пока не знаю как бы мне сохранить но она вот завидает поэтому я прервал свою работу бросил свою работу честно просто работу чтобы сегодня сделать вот с этим великолепием какой-то овощной датюрморт такая идея давайте начнем с того что как ее осуществить как построить это дело потому что понятно мы же и не пойдем в ямку снимать поэтому я так подумал что нужен такой имитатор имитация такая поэтому давайте пойдем и такую имитацию сначала сделаем с вами что у меня всегда выручает строительстве так это вот мой пенопласт то есть я взял дощечку такую тоже которые ему наружу показывал просто планочка такая и сюда в дырочке я ворачиваю шурупы таким образом закрепляю здесь первую часть нашего строительства а потом вы помните что мы с вами сделали очень много разных я во всяком случае сделаю я не знаю если вы не сделали это а я сделал то есть я сейчас возьму вот такое именно похожее на так найти с таким торцом который подкрашенный а вот он покрашенный торец кладем сюда и делаем сразу полку получается у нас полка для чего мне это надо я самого начала затеял что у меня я хочу чтобы эта морковка эти вот хвостики да они свешивались я хочу объем и поэтому я себе сразу так вот это затеял так вот у нас площадь отличненько так теперь стенку да ну стенку у меня еще были две доски давнишние я их распилил чуть-чуть и вот таким образом я сейчас это тело оставлю вот так можно конечно прямо вот так оставить они устойчивы в принципе ну относительно но я все-таки решил закрепить их немножко понимаете можно было конечно все это скрепить между собой там планки тогда какие-то там на шурупы все посадить но дело в том что так оно гораздо проще я могу двигать его туда-сюда я могу разбирать и она хранится там ну стопочка да а так бы то такие щиты тяжелые поэтому вот мы с вами сделали теперь давайте займемся уже самим натюрмортом так как морковка у нас довольно таки длинные хвосты то это замечательно хватит как раз вот сюда чтобы их свесить вот так вот это то что нам нужно так положили отлично теперь нам нужен центральный элемент ну конечно самый лучший центральный элемент это наша капусточка вот так положили капусточку хорошо отлично но вы видите зеленая с зеленым как бы не очень есть хорошо посему мы возьмем с вами картошку вот так и сразу ее отобьем отсюда так вот так вот такую горку сделаем с вами отличненько вы видите мы уже получили такое треугольничка но он пока у нас плоский так как он у нас натюрморт винегретный то свеклу мы естественно сюда положим я бы такой чтобы одну плёточку вот сюда вывернул так ну так дальше чуть-чуть вот так чтобы свешивалось все это отлично вот здесь продолжил луковицы вот так и взял бы синенькую луковичку вот с такими большими корни корнями и вы видите вот сейчас мы с вами заполнили эту часть эту часть и мы получили очень неплохую композицию то есть она оправдана вся можно чуть-чуть отодвигать не проблема ну-ка я посмотрю сейчас да это то что нам и нужно единственное что может быть капусточку немножко вот так вот так вот теперь все отлично пока не будем трогать наверное оставим так так ну вот и пожалуй получился довольно таки неплохой на мой взгляд натюрмортик если у нас ушла морковка можем ее немножечко значит разнообразить сюда сюда так ну и все теперь давайте фотографировать я вам сразу скажу дорогие друзья у кого нет вот такого большого софтбокса но есть окно это вполне достаточно единственное что почему я сейчас софтбокс использую потому что время ушло я пока тут все это строил пока раскладывал уже того насыщенного света из окна нет то есть у меня такое помещение где в общем то нет такого жесткого света а он как бы сейчас нужен помните крышку то открываем солнце бьет поэтому я поставил сейчас вот такой софтбокс убрал с него все эти тряпочки рассеивающие свет мне это не нужно ну и давайте мы сделаем первый снимок хорошо что ж начнем фотографировать сделаем первый снимок ну по композиции вроде бы все нормально все в порядке но по свету как бы не ахти как во первых я сейчас взгляну немножечко вот так вот вот чтобы как бы туда будет уходить на термор здесь нужно место мне немножко больше посему я двигаю свой задничек ну вот это и хорошо понимаете у меня нет двухметровых допустим да у меня есть вот и я им играю так хорошо теперь как сделать направление света чтобы вот пучок как бы пошел да отсюда ну это в общем то не так сложно мы с вами сейчас это сделаем то есть я возьму отражатель свой бывший и вот так его наклоню и вот здесь как бы свет пойдет и здесь должна лечь тень поглядим да тень легла и в то же время вы видите морковка освещена прекрасно следующее картошка у нас особенно вот эта она ушла совершенно да ну вы знаете у нас зеркальце есть мы сейчас зеркальце настроим вот сюда и дадим ему подсветочку сейчас вот видите картошечка у нас сразу подсветилась прекрасно но провал вот в этих местах видите вот здесь провал у нас посему самое простое я возьму сейчас отражатель вот такой то есть я сейчас стараюсь подсветить с помощью того источника света одного я стараюсь подсветить теперь середочку вот видите все прекрасно единственное что у нас нет луча света в темном царстве не ну это совсем просто я сейчас возьму вот такой кусочек картона просто напросто так и нажму сюда смотрим вот вам и луч света в темном царстве но обратите внимание на то что вот эта часть уж слишком она светлая и она как бы просвечивает туда поэтому я сейчас уничтожусь умняшись возьму первое что попадет под руку поставлю сюда и здесь должна появиться какая-то тень так еще раз беру картоночку свою прикладываю вот 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 так и делаю заключительный снимок вот и все ребят мы с вами получили тот самый натюрмортик а теперь я вам предлагаю пойти со мной в фотошоп и быстренько там немножечко так подработать и придать ему такую окончательную форму ну вот наша последняя картинка и я вам скажу что настолько правильно мы с вами все сделали что в принципе ну что здесь еще делать ну вы легко попробуем вы легко так немножко черный и в принципе у нас ну-ка я посмотрю сейчас вот здесь да вот здесь есть затемненные части их надо будет высветлять мы видим что это произошло но для этого я сделаю очень просто то есть я сейчас вот этот эту картинку открою в фотошопе так а еще раз скажу открыть вот и теперь я здесь просто добавлю я сразу слежу чтобы не было пересвета вы видите у меня вот это вот включена и мне сразу видно что пересвета у меня как бы нет вот так убираю последние пересветы и сделаю вот посветлее так еще чуть-чуть вот готово я беру эти две картинки теперь вот вот ctrl a ctrl c и переношу ее вот сюда ctrl v так и замаскирую ее сейчас черную маску сделаю как бы мне здесь удобнее я привык у меня своя метода есть я беру вот этот уменьшаю насыщенность до 25 это первое что я делаю и с белой краской начинаю потихоньку здесь ходить вот так так больше мне здесь не надо отлично после этого я добавляю до допустим 50 процентов уменьшаю чуть-чуть и начинаю только те места которые действительно мне хотелось бы выделить это вот ту замечательную морковочку тут вот этот вот так все и на сто процентов посмотрим вот самых темных может быть еще что-то получится ну вряд ли ну вот так уже совсем акценты делаем вот не это чувствуете запах сырого погреба ну вот так оно и есть понимаете то есть используя всего лишь одну вспышечку мы можем вот такой на мой взгляд очень хорошие натюрмор получить ну а теперь сохраняем его и отправляем на стуки. Ну вот, дорогие друзья, после небольших упражнений в фотошопе, недолгих, мы с вами получили вот эту картинку. На мой взгляд, атмосфера, именно атмосфера я хотел, передана. То есть это, да, это вот погреб, открытое там какое-то отверстие, свет пошел, и в то же время это яркий свет, он освещает все. Нет, хотя это темный ключ, скажем так, низкий ключ, да, в низком ключе мы снимали, но тем не менее, вот таких сильно затемненных вещей нет, и я их не хотел, честно говоря, потому что я поставлю на стуки, а там как бы надо видно, что ты показываешь. Так, то есть покупка была удачной. Расскажи мне, говорят, про покупку, про какую, про покупку, про покупку, про покупку, про покупочку мою. Повторите? Ну, к сожалению, вот я уже вижу, что она завидает. Прям так жалко. Хотелось бы еще где-то использовать. Но хорошо, что сегодня это сделали. Вы увидели, что с помощью всего одного источника света или просто окна, и грамотно используя различные отражатели и затемнители мы можем получить именно то, что задумывалось. То есть хорошую такую, на мой взгляд, картинку. Я буду рад, если вам эта схема понравилась, и вы ее будете использовать в своих творческих работах. Ну, а на этом фирма Петерсон и я, Эдвард Петер, прощаемся с вами. Всего вам доброго. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok